Вы выпускаете книги, а у вас не было как бы мысли заняться периодическим изданием? Я скептически отношусь к периодическим изданиям, потому что за свою жизнь пытался в целом ряде изданий участвовать. Они, как правило, очень коротко живут. Актуальность пропадает и все исчезает. Я в свое время в журнале «Русский дом» опубликовал просто прорву статей, я даже не знаю сколько, наверное сотни две как минимум, и выход ноль. Ни одного письма не пришло, ни какой-то дискуссии. Одно, помню замечательный эпизод, я написал статью о том, что Сталин и Троцкий – это абсолютные близнецы политические. Только один все это высказывал, а другой это все делал. Ну, я с соответствующими ссылками все это аккуратно сделал, и верстальщик отказался верстать эту статью в журнале «Русский дом», можете себе представить. Ну, его потом как-то там главный редактор мучил, ломал и все-таки заставил его сверстать. Эта статья вышла. Я не вижу. Печатное издание, журнальное, не имеет никаких шансов конкурировать с видеоформатом, видеоблогами. Книга все-таки откладывается в библиотеках, частных библиотеках, коллективных, государственных библиотеках. Она еще может быть востребована не нынешними поколениями, которые перестают читать. И книги становятся теперь, как я недавно сказал, примерно как во времена Пушкина. Сегодня, кстати, Пушкинский день, 225 лет Пушкину. Те-то книги сохранились, и Пушкинские сочинения, и Пушкинского круга сочинения, они сохранились, хотя тиражи были вот примерно, как сейчас у нас там, несколько сотен экземпляров, и все. А журналы, газеты, нет, кто до них дотянется теперь. Поэтому я думаю, что более прагматично писать книги, тем более, что есть книга, это все-таки другой формат. Книгу надо удержать в голове целиком. Если я пишу книгу в 500 страниц, я должен помнить, о чем я написал, чтобы не повторяться, чтобы была определенная логика. И исследовательский момент, когда я копаюсь в вопросах нюрнерского процесса, то это не годится под журнальные публикации. Это вот том 600 страниц, потому что все документы надо перевести, прокомментировать там всякие детали, уловки там обвинения, уловки защиты, выступления подсудимых, выступления свидетелей и так далее. То есть это должно быть законченное сочинение, и оно крупное, крупноформатное, как там в музыке. Есть этюд каратенчика на две минуты, а есть симфония на полтора часа. Это разные подходы. Я скорее перешел к такому симфоническому творчеству. Спасибо. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Меня зовут Никита. И вопрос по поводу нюрнерского процесса. Я не очень в нем разбираюсь, но из того, что вы говорили, из видео, которое я смотрел, просматриваются некоторые королели с токийским трибуналом. Вот у меня вопрос. Например, после токийского трибунала некоторые осужденные японские чиновники, кто был в составе этого милитаристского правительства, их не просто потом освобождали из тюрем, но они потом становились в политических элитах, в правящих кругах ведущими людьми. Например, Кисина Бусаки, Танзан и Сибаси, которые были премьер-министрами Японии. Были похожие случаи в Германии, когда их не просто освобождали, но они потом в ФРГ тоже, в политических элитах, стали весомыми. Ну, я не знаком, скажу сразу, с токийским процессом. Я не знаком, но он уже точно так же проводился, можно сказать, теми же самыми людьми. Или людьми такого же самого типа. В Германии такого не было. В Германии было несколько иначе. Смягчение, резкое смягчение ответственности. То есть Советский Союз требовал всех поубивать просто. Давали большие сроки, потом освобождали под разным предлогом. Обычно не пускали никуда. Даже, скажем, Отто Штрассер, противник Гитлера, вроде бы, он был сначала с Гитлером, потом они разошлись во взглядах. Отто Штрассер бежал, писал антигитлеровские брошюры, и после войны вернулся. Вернулся и вроде как, ну вот же, он же реальный борец с гитлеризмом, хотя он и состоял в партии Гитлера, но ушел. Ну, ему не дали ничего. Он участвовал в политике, пытался чего-то, но не получилось ничего. И у меня вообще сложилось такое впечатление очень хаотических репрессий. То есть одному отгружали смертную казнь, а другого через три года освобождали. Хотя, как бы, вот те же, у Альфреда Розенберг был министром по делам восточных территорий. То есть он создавал с нуля министерство, которого не было. Хотя никогда администратора там не было, и, соответственно, ничего успешного у него быть не могло. У него в подчинении были два рейс-комиссара. Кох, упомянутый, и Лозен. Оба дожили до старости, а Розенберг казнили. Хотя эти оба были с ним в страшном конфликте, он постоянно их заставлял исправлять всякие косяки. А эти косяки почему-то были вменены ему в вину. И он стал как бы крайним. Ну, надо было кого-то казнить, ну, как министр восточных территориях. Надо казнить, потому что иначе нас не поймут. Ну, и вот на него свалили. А эти каким-то образом избежали смертной казни, хотя они были непосредственными организаторами на Украине. Кох, Осланд, это Прибалтика, который из кусок Белоруссии, был вот Лозе. Ну, так, немножко помягче, чем Кох. Но они были главными организаторами. Кох известный как палач Украины, считается. Его почему-то осудили не в Советском Союзе, и не в Нюрнберге. В Нюрнберге он скрывался, не успели осудить. Его нашли и судили, почему-то его советы передали Польше. Его осудили, 10 лет судили, приговорили к смертной казни, и он прожил больше 90 лет. И так приговор не был проведен в исполнении.